МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Запускаем! Процесс пошел. Котельную номер 2 на Северной улице в Одинцове запустили после проведенной на объекте полномасштабной реконструкции. Это 60-мегаваттная котельная, которая даст абсолютно другой тепловой ресурс для людей, абсолютно другое качество жизни. И, соответственно, я вас всех поздравляю с этим. Московская область динамистно развивается. Понятно, что энергосистемы тоже должны идти в ногу со временем. В честь Дня энергетика, а также за безупречный труд лучших специалистов округа в этой области наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Женщинам, которых немало в этой сфере, вручили цветы. Я вас поздравляю с профессиональным праздником в преддверии Нового года и Рождества Христова хочу пожелать вам всего самого доброго, радости, тепла, уюта, не болейте. Ну и, конечно, профессиональным успехом. Потому что и в том числе благодаря вашему труду наш округ динамично развивается. Модернизация объекта была проведена в сжатые сроки и заняла чуть больше года. При этом работы шли без отключения существующей котельной. В итоге получился современный и полностью автоматизированный объект. Мы применили три российских котла по 20 мегаватт тепловой мощности каждой и немецкие горелки. Я считаю, что это оптимальный вариант цены и качества. Теперь тепло и горячая вода подается из новой котельной на шесть объектов социальной инфраструктуры и многоквартирные дома, где проживают порядка 12 тысяч жителей. Немаловажный момент, о котором нам очень часто говорили жители, это труба. Так, чтобы выбросы с котельной были выше, чем окна рядом стоящих жилых домов многоквартирных. И мы это тоже выполнили, сделали под контролем жителей. Наша труба 80 метров. Поэтому все, что выходит уже отработанной газа и пар, это, соответственно, через фильтр выходит уже на высоту не менее 80 метров, что совершенно не мешает жителям соседних домов. Глава округа отметил, что все работы были выполнены подрядчиком качественно и в срок. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова